У нас сегодня служение хлеба и проломления. Я бы хотел сегодня поделиться местом Священного Писания, записанного в книге «Бытие», 22 глава. Очень содержательная история здесь для нас. И мы порассуждаем. И тема моей проповеди называется «Где же Агнец?» «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел отчество и увидел то место издалека, и сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь, вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой», он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе отца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам мочи свою, видел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще, рогами своими Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя, место тому, и Егова Ира. Посему и ныне говорится, на горе Еговы усмотрится. История Авраама, она удивительна. И все те события, которые происходили в его жизни, они также являются пророческими событиями, потому что в этой истории мы можем увидеть величайший прообраз того, как Бог усмотрел жертву за наши грехи, за наши беззакония, а именно Он отдал Сына Своего Иисуса Христа, который стал этим самым акцем, который был заклан в полноте времени для того, чтобы мы с вами, веруя в Него, имели жизнь вечную. Когда Авраам покинул свою страну, то он показал тем самым, что он любит Бога больше, нежели Отца Своего. Но здесь мы видим, что приходят испытания для него, и вот это слово «искушал», оно означает «испытывал». Бог испытывал Авраама, испытывал его веру, проверял его веру. Теперь он должен был показать, что он любит Бога больше, чем своего даже сына. То есть мы видим, что, как начинается эта глава, после всех происшествий, то есть после тех неприятностей, которые были у Авраама, а именно, если вы прочитаете предыдущую главу, рассказывается о том, что рождение Измаила породило много сложностей в его доме, и ему пришлось изгнать Измаила вместе со служанкой. И те события, которые были с Аврием и Лехом, тоже были непростыми. Поэтому глава 22 начинается с того, что после всех происшествий, после этих неприятностей, после этих трудностей, через которые ему приходилось проходить, казалось бы, ну придет, как, знаете, говорится, вот была полоса черная, сейчас будет полоса белая. Но тут приходят новые испытания. Приходят новые испытания. И почему эти испытания были непростыми? Потому что Бог пришел к Аврааму, и, может быть, Авраам ожидал, что вот Бог явился, пришел и будет говорить с ним, для того, чтобы утвердить тот завет, который он заключил с ним. Но здесь Бог говорит, И каждое слово, наверное, которое он слышал, оно пронзало все его внутренности, пронзало каждую его кость. Потому что то, что Бог говорил для него, было очень сложным после всех происшествий. И, может быть, Авраам подумал, да, все уже пройдено, но вот здесь новые трудности для него. Потому что Бог дает ему очень тяжелое повеление. Вы знаете, друзья, здесь у нас возникает вопрос, ну почему же? Ну для того, чтобы вера Авраама укреплялась. Как написано, что его благодати, чтобы были раскрыты во всей полноте, во всей силе, как апостол Петр в первом послании, в первой главе седьмым стихом говорит, чтобы вера оказалась драгоценнее гибнущего золота, поэтому мы с вами переходим от веры в веру, от силы в сил. Мы с вами должны понять, что наша жизнь, она не останавливается в вере, но Бог ведет нас в свою славу, и Он ведет нас таким путем. И внешне кажется, что наша жизнь усложняется, но наша вера укрепляется, закаляется. Поэтому после всех происшествий, казалось бы, Авраам должен был отдохнуть, когда приходят новые испытания. И вот Бог говорит, возьми сына твоего единственного, сына от цар. Наверное, Авраам уже пожалел, что изгнал Измаила, потому что он, наверное, думал, может быть, думал, мы не знаем, это мы предполагаем. Господи, а может быть, Измаила? А может быть... А Измаил уже изгнан. Господи, а может быть, тысячу овнов? Может быть, ну, нет. Возьми сына твоего. Бог очень конкретно указывает и говорит, возьми сына твоего, которого ты любишь. Господи, ну, я его люблю. Я ждал, я так ждал его. Представляете, почти столетний старик, который получил такое утешение в своей жизни. Родился Исаак, возлюбленный сын. И Бог указывает именно на него, говорит, возьми и принеси мне, которого ты любишь. И вот это испытание уже Авраама любви к Богу. Почему любви к Богу? Потому что сын, которого он любил, это касалось его, и он должен был его принести. И Бог испытывал его очень серьезно. Дальше мы считаем, что как это все происходило. Бог указал место, где должно было это произойти, именно гора Мария. Мы знаем, что это место, где сегодня по истории мы можем узнать и уточнить, что это как раз место, где был построен храм. Еще по другим предположениям, это как раз то место, где был распят Иисус Христос. Но как бы там ни было, мы знаем, что это было то место, которое Бог определил, и к тому месту Аврааму нужно было идти еще три дня. То есть у Авраама было время идти, подумать, поразмыслить, пообщаться с своим сыном. Как апостол Павел говорит, жертва разумная. И вот он собирается, он идет. Давайте посмотрим на те сложности, которые были Авраама, которые необходимо было ему преодолеть, и как он это преодолел. И первая сложность, похоже, что это противоречило Божьим установлению. Даже в книге Бытие, в 9 главе, Бог говорил, что убийство – это грех. И это Божий закон. И он запрещал убийство под страхом сурового наказания. Казалось бы, Господь, ну как ты, получается, ты сам себе противоречишь? Как я могу убить? Это же возлюбленный сын. Это же не преступник. Если бы он был преступником или еще что-то, он должен был понести наказание. Но Исаак был послушный. Исаак был мирный. Может быть, он должен был умереть, как мученик, или еще что-то. Нет, Бог ничего не указал. Но ты должен принести мне. Но может ли Бог противоречить сам себе? Позже мы находим в книге Исход, что все первенцы принадлежат Богу. И вот в этом Бог испытывал Авраама. И вторая сложность заключалась в том, как же это согласуется с тем обещанием Божьим, которое звучало раньше, когда Бог говорил Исааке, благословятся в твоем сыне, благословятся народы. То есть он будет этим зерном, этим семенем, от которого произойдет этот великий народ. Следующая сложность заключалась в том, что как же я буду смотреть в лицо своей жены. Вот представляете, с каким сердцем Авраам шел для того, чтобы исполнить то, что Бог возлагал на нем. Что могли подумать те народы, среди которых Авраам жил? Что скажут египтяне, хананеи, ферзеи? Что скажут те люди, которые были? Вот это такой Бог ваш, который говорит, принеси мне своего сына. И вот Авраам, он следует вере. И вот вера, она начинается с того самого момента, он проявляет свою веру, как только он услышал это повеление от Бога. Друзья, для нас вопрос сегодня, как мы строим свою веру, как мы проявляем его с того момента, когда Бог начинает говорить с нами, когда Бог открывает нам свою волю. И удивительно, как Авраам в своем послушании, он проявляет свою веру. Первое, что мы читаем, когда Бог говорил с ним, возможно, это было ночью, написано, он встал рано утром, то есть он не медлил, он не откладывал, он не ожидал того, что может быть Бог переменит свое мнение, может быть Бог даст мне какое-то другое повеление, но он встает рано утром, и второе, что он делает, он готовит все для этого приношения. Он берет людей, он берет трава, он поднимает своего отрока, сына. Скорее всего, он ничего не сказал царе, об этом не говорится, чтобы не создать себе самому препятствия. Потому что, если бы он поделился этим с Сарой, с женой своей, наверняка бы она не поняла, это были бы дополнительные препятствия для него. Но мы видим, как он подчиняется Богу. Он, когда они пошли, и уже приблизились к тому месту, написано, он оставляет своих слух. Помните, как Иисус, который уединился с учениками, а потом он взял троих, когда он молился в Гессиманском саду, он взял только троих, остальных оставил, чтобы снова не создать себе препятствий, чтобы ничто не мешало тому, что должно исполниться. мы видим, что он возлагает на Исаака дрова, тот должен был нести. Это тоже пророческий такой знак, как Иисус нес свой крест, Исаак нес свои дрова. И вот они идут. И можно представить себе, что происходило в душе Авраама, отца, который нежно любил своего сына, и он понимал, что он идет сейчас, и не зная, что будет. И вот на пути сын задает вопрос. Отец мой. Представляете, возлюбленный сын говорит, отец мой. Наверное, каждое слово для него звучало, для Авраама, как, знаете, тоже как нож, который пронзал его сердце. Это был возлюбленный сын, единственный, по обетованию, которому даровал ему Бог. И он говорит, вот огонь, вот дрова, а где же Агнец? Заметьте, что Исаак был наставлен в том, как служить Богу, как нужно делать приношение. И вот сегодня, друзья, вот этот вопрос, который задает Исаак Аврааму, он для всех нас назидающий. Это главная мысль того, о чем мы сегодня рассуждаем. То есть, если мы собираемся поклониться Богу, если мы собираемся служить Богу, то должны серьезно подумать над тем, как мы собираемся это совершить. мы должны подумать, что для нас является тем акциям, которые мы принесем. то есть, посмотрите, огонь, что означает для нас с вами огонь в нашей жизни? Это Святой Дух, это Его присутствие, это Его сила, огонь Святого Духа, без которого мы не можем поклоняться Богу. Что означает дрова? То есть, это постановление, это Слово Божие, это то вдохновляющее Слово и обетование Божие, которое звучит для нас сегодня. Они, эти обетования, Слово Божие, поднимают наши чувства. А что же тогда представляет из себя Агнец? Это третья составляющая, которая является поклонением Богу, самое важное. это наше с вами сердце, которое мы можем посвятить Богу, наша с вами жизнь. Это вопрос для всех нас с вами сегодня. Потому что мы все пользуемся привилегиями Святого Духа, мы молимся и мы просим, чтобы огонь Божий сошел. И вот это, то, что возжигает этот огонь, это Слово, это обетование Божие в нас, в нашей жизни, и мы видим, как это здорово, как это хорошо. Но сердце наше является жертвой Богу, служением. И поэтому апостол Павел в послании к Рыльнам в 12 главе, он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Об этом же говорит апостол Павел. То есть, когда мы смотрим на эту историю с Авраамом, для нас с вами сегодня мы должны понять, что если Иисус Христос является этой единственной жертвой искупления, которое Он совершил, то мы с вами, и наша жизнь, и наше сердце, отданное Богу, мы не можем дать Богу искупительную жертву, но наша жертва Богу, это благодарственная жертва. Это знак нашей благодарности, того, что Он уже сделал для нас. И заметьте, апостол Павел 12 главе говорит, жертву живую, это означает не жертва всесожжения. То есть, Бог не хотел, чтобы Авраам заколол своего сына, а Бог хотел увидеть его готовность принести. Исаак остался живым сыном, и в нем все-таки исполнилось обетование, как мы видим. И наша с вами жертва живая, то есть, это жертва посвящения Богу всей нашей жизни на те дела, которые Он хочет, чтобы мы совершали. Что же означают еще эти слова? Где же Агнец? Это означает, что для Авраама это был вопрос, но он верой смотрел, и помните, как он ответил, Бог усмотрит себе жертву. И вот этот вопрос, Бог усмотрит себе жертву, он звучал во многих святых мужах. И на протяжении всей Библии мы видим, как Бог усмотрел себе эту жертву. И Псалом 88, если вы откроете, 21 стих, написано, «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем помазал его». Когда Бог избирал себе Давида в цари, Он избрал его, Он усмотрел его царем, Он помазал его елеем для своего царства. Точно так же Господь усмотрел жертву Сына Своего, Иисуса Христа, потому что никто не мог предложить это. Не было на земле никакого человека, не было на небе никакого существа, которое могло бы стать, претендовать на то, чтобы стать этой искупительной жертвой. только единственный Сын Божий, Иисус Христос, Он соответствовал тому, чтобы стать этим акцем Божьим, на которого будет возложен грех всего мира. Я хотел бы по-особенному это сегодня подчеркнуть, что не было никого достойного. Как в книге Откровения говорится, что, помните, когда Иоанн, ему было показано великое Откровение о том, что была запечатанная книга, не было никого, кто мог бы открыть ее. Но потом ему дано было знать, ему было показано, что вот Агнец Божий, Иисус Христос, Он достоин. То есть единственный, кто удостоился того, кто соответствовал этому по всем требованиям закона, это Иисус Христос. Стать этой искупительной жертвы. Псалом 50, 19 стих мы читаем. Жертва Богу Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божьим. И здесь открывается снова эта великая истина, что Иисус Христос был этой жертвой, его сердце было смиренное. Он был полностью согласен с волей Отца Небесного, поэтому он стал этой жертвой. Мы видим этот отклик, мы видим это согласие в Исааке, то есть мы не видим, что на пути Исаак там, знаете, начал как-то противиться тому, что отец, может быть, отец с ума сошел на старости лет или еще что-то, он просто покорно шел, он проявлял послушание. И вот такая жертва угодна Богу. Для нас с вами, мы должны помнить, мы как служители Божьи, мы как дети Божьи, и мы, когда представляем нашу жизнь Богу, жертву живую, то есть посвящаем все наши дни жизни для Господа, то на протяжении всей жизни служения мы должны проявлять смирение и сокрушенное сердце, послушание Богу, Его воли. Поэтому послушание Авраама при этом, при том, что он приносит, проявляет готовность принести своего сына, является демонстрацией любви Бога к нам прежде всего. Потому что Висайя 53 глава 10 стих мы с вами читаем, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Здесь говорится о Христе, и что Богу было угодно, и на подвиг души он будет смотреть с довольством 11 стих. То есть Иисус Христос полностью удовлетворил не только все требования закона, но он соответствовал тому Божьему предназначению, тем Божьим требованиям, святости его, и так дальше. И если Авраам это делал, возможно, и чувство долга перед Богом, потому что он видел все те благословения, которые Бог давал ему, и он доверял ему полностью, то когда Бог отдавал своего Сына Иисуса Христа за наши грехи, то это не просто чувство долга, потому что мы были грешниками, он руководствовался исключительно любовью к нам. У нас не было ничего такого, друзья, за что нас нужно было искупать от наших грехов. Это просто Божья милость и любовь к нам. Авраам он испытывал долг перед Богом, он испытывал, он чувствовал себя обязанным Богу. И это было величайшим испытанием. И мы видим здесь, что когда Бог увидел готовность Авраама принести, он останавливает его, говорит, ничего не делай. он поворачивается там в чаще Агнец, который был запутался в этой чаще, он берет его, приносит во всесожжение и после этого, если вы будете читать эту главу, вы увидите, что Бог поклялся уже Аврааму. Если до этого Бог говорил и обещал Аврааму, то здесь он уже клянется ему. Представляете, что означает, когда Бог клянется? Это означает, что он настолько закрепляет свои обещания, что нет ничего, не может ничего такого случиться, что помешает тому, чтобы исполнить Богу то, что он обещал. Как в книге евреев написано, что люди клянутся высшим, и клятва, как удостоверение, оканчивает всякий спор их. То и Бог, желая преимущественнее показать наследником обетования непреложной своей воли посредством употребил клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая есть для души как бы якори безопасные и крепкие. Евреям 6 глава с 11 стиха. То есть Авраам увидел, после этого Бог увидел его веру, он проверил его любовь, он испытал его любовь, и говорит, да, Авраам, я вижу, что ты боишься меня. То есть боишься, это слово означает, что ты меня любишь, что ты меня почитаешь, и теперь Бог говорит, мною клянусь, то, что я обещал, исполню. И мы видим, что действительно Бог исполнил все то, что обещал. Еще последнее место Священное Писание Луки, 14 глава, 26 стих, мы читаем, Иисус Христос говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братья, и сестер, и при том, в самой жизни тот не может быть моим учеником. Что значат эти слова? Они очень так серьезно звучат. И вот это слово возненавидит, некоторые неправильно толкуют и понимают. Это не означает, что нужно ненавидеть отца или мать. Мы знаем в заповеди Божьей, что заповедь с обетованием почитай отца и мать. И Бог ожидает от нас, что мы будем исполнять эту заповедь. Но это вопрос наших приоритетов. Это означает, что мы, здесь Господь говорит о том, что мы можем быть Его учениками тогда, последователями, служить Ему тогда, когда мы будем любить Его больше, даже, чем свою мать и своего отца. Да, друзья, вот это истинно, она такая. И Авраам был испытан на это. Авраам, которому дорог был, так Исаак, опять, которого даровал же ему Бог, был испытан на предмет любви к Богу в сравнении с Исааком, который он любил. Мы с вами должны понимать, что наша любовь к Богу должна быть больше, чем что-либо на этой земле. Да, у нас есть узы любви, у нас есть мужья, у нас есть жены, у нас есть дети, но это означает, что мы должны любить все-таки Бога больше, чем что-либо на этой земле. Вот так вопрос стоит. И мы должны проверять свое сердце. Почему именно так вопрос стоит? Да потому что Бог отдал самое дорогое. Он так полюбил нас гречникам. Потому что Бог отдал своего Сына Иисуса Христа за нас, когда мы были гречники, и когда мы не заслуживали. Поэтому что мы можем дать Богу? Только наше сердце, только самих себя. Это то, что Бог может принять. и Он не ожидает того, что мы можем предложить Ему еще. Будь у нас тысяча овнов, тельцов, будь у нас там все сокровища мира. Нет, Бог это не надо. Он ожидает сердца. Сегодня вопрос для всех нас, для каждого из нас, перед тем, как мы будем прикасаться к этой святыне, когда мы будем вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа. Господи, отдаю ли я Тебе мое сердце, люблю ли я Тебя так, как Ты ожидаешь того? Можем ли мы так сказать? Господи, может быть, что-то есть в этой жизни, к чему мы привязаны больше и любим больше, нежели Тебя. Если это есть, друзья мои, давайте пересмотрим. Пусть наше сердце принадлежит Богу, пусть наша жизнь принадлежит Ему, давайте мы будем любить Его, потому что Он достой этого. Аминь. Вот так Бог испытал Авраама. Он хотел увидеть, Авраам, любишь ли ты меня больше, нежели сына своего Исаака, которого ты так ждал и которого я тебе даровал. Любишь ли ты меня больше? И Авраам проявил всю свою готовность, он собрал все свои силы, он не стал советоваться с плотью и кровью, он не сообщил это своей жене, но он в благоговении, но заметьте, в нем была вера, он все-таки до конца верил, что Бог усмотрится себе, и когда он ответил Исааку на этот вопрос, где же Агнец, он не солгал ему, он сказал ему правду, Бог усмотрит себе Агнец, и там, когда они поднялись, там этот Агнец уже был приготовлен, он там уже ждал, который там запутался в этой чаще, поэтому Бог останавливает Исаака, говорит, теперь вижу, что ты любишь меня, теперь вижу, что ты боишься, вопрос, неужели Господь, ты не видел его сердце, неужели в Аврааме не было, ну ты же видел, что его сердце, ты же мог, как Господь, просто вот посмотреть его сердце, сказать, да, вот мы тоже иногда Богу так говорим, Господи, ну ты же видишь, не, Господь хочет, чтобы мы проявили готовность, чтобы мы проявили это в наших каждодневных поступках и делах, что мы его любим, что мы следуем за ним, мы видим эти шаги Авраама, он стал рано, он все приготовил, он устранил всякие препятствия, чтобы ничто не мешало исполнить повеление Божие, он пошел и уже дошел до того, что даже возложил Исаака и связал ему руки, написано, жертва должна быть связана, как же ему тяжело было связывать эти руки, чистые руки своего сына, которые тоже вместе с ним возносились к небу, Богу молились, как же ему было трудно, наверное, друзья мои, как было трудно Отцу Небесному смотреть, когда Иисус Христос, как жертва тоже был связан, и как преступника, как бандита, привели его перед Пилатом, и он стоял там связанный, жертва должна быть связана, связана узами любви, узами долга, Авраам, совершил это, и Бог увидел его, останавливает и говорит, вижу теперь, пусть в нашей жизни будет больше таких моментов, когда Бог скажет, теперь я вижу, что ты боишься Бога, Бог ожидает, друзья, Бог ожидает, что мы будем проявлять такую веру, что мы служим Ему от всего сердца. Давайте мы встанем в посланиях апостола Павла Коринфянам мы с вами читаем 2 Коринфянам 11 глава Павел говорит нам 23 стих «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Та же чашу после вечеря сказал «Эта чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть есть от хлеба сего пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть пьет в осуждении себе, не рассуждая теле Господнем. Апостол Павел дает нам наставление, очень важное наставление для каждого из нас, как нам участвовать в этой заповеди. И мне кажется, друзья, то, о чем мы сегодня рассуждали, любим ли мы Господа, отдаем ли мы свою жизнь Богу, посвящаем ли Ему, вот этот вопрос, который мы должны отнести к этой заповеди, спросить, задать себе вопрос, Господи, действительно ли я люблю Тебя? мы должны испытать себя, и пусть наше сердце действительно будет испытано нами, и пусть это будет таким моментом в молитве, особенной молитве, когда мы говорим Богу, Господь, о своей любви к Нему, о том, что мы, да, мы боимся, мы ходим перед Ним, мы понимаем, что Он Бог, Он тот, Который дает жизнь, Он тот, у Которого вся власть и могущество, но Он не требует, Он не давил на Авраама, Он ему сказал, а тот исполнил, поэтому Бог не требует, но Он ожидает, что мы будем любить Его, что мы будем любить Его Слово, Его заповеди, что мы будем проявлять веру и верность Ему. Давайте мы помолимся, Отец Ебесный, мы славим Твое Святое Имя, благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, Которого Ты отдал, чтобы искупить нас, чтобы спасти нас, чтобы оправдать, чтобы омыть нас в своей драгоценной крови, чтобы мы были Твоими детьми, чтобы мы были Твоими наследниками. Хвала и слава только Тебе. Ты великий Бог, Ты Бог, Который испытываешь сердце, Ты Бог, Который испытываешь нашу жизнь, Ты Бог, Который испытываешь нашу веру. Господи, Ты ожидаешь того, что мы будем ходить пред Твоим святым лицом, как ходил Авраам, как ходили многие святые, Господь, посвящая всю жизнь Тебе, служа Тебе, Господь. Помоги нам, Господь, служить Тебе от всего сердца. Помоги, чтобы мы могли предоставить наши тела в жертву живую, благоугодную Тебе для разумного служения нашего, чтобы мы заботились о том, чтобы исполнить волю Твои на этой земле. Когда мы смотрим на ту жертву, которую Ты совершил для каждого из нас, Господь, когда мы смотрим на ту любовь, которую Ты явил, открыл нам, доказал, когда Ты показал нам свою любовь, когда умер на кресте, взял наши грехи, беззаконие, Господи, Боже, то, что есть, то, когда мы отдаем наше сердце Тебе, когда Ты принимаешь эту жизнь, когда Ты принимаешь наши сердца, наше посвящение, наше служение Тебе, Господи, помоги нам быть в Твоем святом присутствии, помоги нам, Господь, быть наполненными Твоим Духом, помоги нам взирать на Твое обетование, Твое Слово, слава Тебе за все, мы благодарим Тебя и славе, и превозносим, и мы молимся также, Господь, благослови каждого, кто будет кушать от этого хлеба, кто будет пить из этой чаши, пусть наше участие будет достойным, во славу Твое, пусть имя Твое прославится, помоги нам взирать на Тебя, как на начальника совершителя веры, который так много сделал для нас, слава Тебе, Отец, Сын и Дух Сятой, аминь. Сегодня те из нас, кто заключил завет с Господом, приняли водное крещение, вы можете участвовать, вы не на замечании, вы являетесь членом церкви, пусть Бог благословит вас, можете участвовать, принимая хлеб, и вино. Очень осторожно, чтобы не уронить, что со всем благоговением и страхом Божьим, пусть Бог благословит каждого из вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok